Максим, еще один ваш вопрос, и он уже последний в данном списке. Насколько вы в своей жизни практикуете молитву на иных языках? Есть ли у вас учения об этом? Почему сегодня во многом на эту тему мало что говорится? Сам же апостол Павел писал без скромности. «Я больше всех вас говорю языками». Значит, ему было открыто несравненно больше, чем все остальным в то время и нам сегодня. Есть у меня по этому поводу учения, если так хотите, на праздник Пятидесятницы я об этом говорила. И буквально недавно, несколько проповедей назад, может быть, месяца два назад, я говорила на эту тему. Потому что Дух Святой нам нужен во всех его проявлениях. И на ином языке я стараюсь говорить много. И в молитвенной жизни, и просто внутри себя я слышу этот голос часто. Потому что в момент, когда у меня произошло наполнение этим Духом и проявление этого дара, то это было настолько активно, что я несколько суток не могла говорить на русском языке. Сейчас это уже адаптировано в моем естестве, и я просто внутри себя могу сосредоточиться, слышать этот голос внутри говорящий, потому что это ходатайственная молитва, идущая всегда за нас. И если мы не знаем, о чем и как молиться, допустим, у вас есть проблема, и один из вопросов, который вы задавали, как узнать, что вот так надо молиться и так надо ожидать, молитесь на языках, обозначив проблему, за которой вы молитесь. Потому что Дух точно знает, о чем ходатайствовать. И дайте Ему право излить ту меру ходатайства, которая будет достаточно. Потому что тогда, когда это ходатайство вдруг заканчивается, тогда вы понимаете, все, я сделал то, что надо было по этой теме. И можете благодарить Бога уже и славить за Его ответ. То есть вот таким образом молитвенный язык нам дан для практики. И когда Дух Святой знает на шаг вперед ситуацию, а может и не на один, в которой мы еще завтра окажемся, почему не дать Ему молиться за нас и ходатайствовать? Поэтому я очень рекомендую вам это делать. И, кстати, хочу сейчас в качестве, опять же, обучения, как вы сказали, мало об этом говорится, прочитать еще одну информацию. И сейчас, Максим, я вам прочту свойства молитвы на языках и вообще действия Духа Святого. Представьте себе, что у вас есть друг, который молится за вас и знает Бога так хорошо, что его молитвы всегда попадают в цель. Он знает, чем все закончится, еще до того, как что-нибудь начнется, и знает Божью волю для вас в любых обстоятельствах. Представьте, что он обладает такой мудростью, что всегда идет на шаг впереди дьявола. И в его слове нет ни тени сомнения, потому что ему известны мысли Бога. Представьте себе, что он знает по минутам расписание вашего призвания, и что за всю историю мира ни одна его молитва не потерпела неудачу. Хотите ли вы, чтобы за вас молился некто подобный? Если бы он был рядом, то сколько времени вы позволили бы ему молиться за вас? У вас есть шанс. Поприветствуйте такого друга. Приветствую тебя, Дух Святой. Поэтому я хочу, чтобы вы для себя сейчас, Максим, могли понять, что если вы уже обладаете подобным даром, то для того, чтобы им работать. Потому что нет того, что нам дает Бог, чтобы оно было для нас маловажным. Все, что Он нам дает и чем снабжает, это колоссальная сила для нашего продвижения. Поэтому нам хочется получить что-то большее, а мы не используем то, что имеем. Поэтому используйте это качественно. А если еще этого не имеете, скажите Богу, который дает, просто и без упреков. Потому что просящему Дух Святой Он дает. Написано, что просящему хлеба не даст камень, просящему рыбу не даст змею. И Он даст благо просящему Него. А в другом Евангелии написано, даст Духа Святого просящему Него. Будьте в числе просящих, получающих и практикующих. Благословения вам, Максим. Благословения. Благословения.